Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Есть у испанцев одно блюдо, которое в переводе на русский язык называется по-дурацки. Лапша с морепродуктами, если она с морепродуктами, это будет Fideos de Marisco, или лапша с курицей, к примеру, если она с курицей, Fideos de Pollo. Есть еще много всяких разных вариантов, но не суть важно. Мне довелось в одном ресторанчике попробовать. Я офигел. Тут же понес повару выяснять подробности. Готовится до смешного просто, но результат совершенно чумовой. Покажу. Главный секрет – дико насыщенный куриный бульон. Готовится он из запеченных в духовке до коричневых куриных остовов и овощей, также до коричневых запеченных. То есть берете курицу, снимаете с нее все мясо, грудки, ножки, крылья. А остовы кладете на противень, рядом выкладываете овощи, лук, морковь, нарезанные крупно очень, и запекаете до коричневых при 200 градусах, периодически поворачивая разными бачками поджар, для того, чтобы она со всех сторон стала такая ярко-коричневая. И затем весь этот набор вываливаете в кастрюлю, заливаете водой и долго-долго вывариваете, чтобы из всех вот этих вот поджаристых кусочков выварить в бульон весь вкус и аромат поджаренной курицы и поджаренных овощей. Теперь по-быстрому нарежу все для сегодняшнего блюда. Мне понадобится лук лепестками, понадобится сладкий перец крупными квадратиками, понадобится чеснок достаточно мелко нарубленный и курятина довольно крупно нарезанная. Что касается обжарки, выбирайте самую большую сковородку из имеющихся. Например, вот такую. Но даже из такой придется повозиться и обжаривать на ней продукты частями. У меня вот такая вот эта паэльера. Горелка у меня меньше по диаметру, чем сама паэльера. Считаете, раза в два, наверное, получается, да? А сама паэльера из довольно тонкого металла. Так что, когда я уже обжаренные предметы буду просто сдвигать к краям сковороды, вот этой вот, где нагрева уже не будет. Здесь ничего, жариться не будет. Вся обжарка будет происходить в середине. А вам, если у вас сковородка меньшего размера, придется с нее уже обжаренные продукты снимать и откладывать на тарелочку. Уже приступим к процессу. Нужно довольно много масла, причем это оливковое и ароматное с горчинкой. Virgin Extra, это по-испански, ну или Extra Virgin на английском. Оно здесь не для понтов и не для жарков. Оно для вкуса и аромата. Сначала на сухую надо обжарить вот такую вот крупную вермишель. Она, кстати, называется на испанском фидуа. Обжариваем на сильном огне при периодическом помешивании. Причем обжаривать нужно до тех пор, пока, по крайней мере, четверть, наверное, всей вермишели не зарумянится и уж точно вся не пропитается вот этим вот ароматным маслом. Поэтому важно именно масло холодного отжима использовать. Но также важно, чтобы ничего не сгорело. Как только примерно четверть вермишеля зарумянилась, вынимаете ее из сковороды и откладываете в сторону. Я же просто сдвину к холодным краям. А в центр отправляются лук и перец. Их обжариваем также на сильном огне до тех пор, пока краешки кусочков не начнут румяниться. То есть внутри они должны остаться абсолютно сырыми, а снаружи подпалеными. Сырые внутри должны остаться, чтобы во время варки затем они расположились в кашу. Время обжарки зависит от количества продуктов в вашей посудине. У меня они лежат в один слой, так что процесс идет довольно быстро. Если у вас сковорода небольшая, то даже лук и перец лучше разделить и обжаривать их частями. Одну обжарили, сняли со сковороды, вторую партию жарите. Отличное состояние. Тоже сдвигаю к краям. Теперь курицу сюда и чеснок. Это мясо с бедер, но можно и грудку использовать. А можно баранину, можно свинину, можно креветки и кальмаров. Но тогда, соответственно, бульон нужно делать из водепродуктов, а не куриный. Смотрите, кулятина побелела, самое время добавить протертые консервированные томаты. Обжаривать все вместе до тех пор, пока вкус сырых не уйдет. Осталось совсем немного. Отлично. Смешиваю все, что обжаривалось раньше. И вермишель, и овощи, и курятину. Заметьте, я ничего не солил просто потому, что у меня бульон уже соленый. У меня отработаны пропорции. Я знаю, насколько мне на вкус надо посолить бульон, чтобы потом при выкипании все блюдо оказалось не пересоленым и вообще соленым в меру. Вы, если в первый раз готовите, лучше так не делайте. Вы бульон не солите, а вот продукт в сковороде посолите на свой вкус. Тогда точно не пересолите. Когда во второй-третий раз будете такую штуку готовить, а вы будете ее готовить, тоже уже отработайте свои пропорции и будете чувствовать, насколько нужно бульон посолить, чтобы все блюдо получилось в меру. Теперь доводим до кипения и варим до выкипания и до впитывания всей влаги. Это довольно быстро. Минут 15 всего. И вот такой результат. Прямо сейчас, в данный момент, очередной торопышка быстро строчит коммент. Да я такую же фигню делаю. Не делаешь ты ни хрена такое же. Вот не делаешь. Не делаешь ты бульон такой насыщенный. Ты видишь какой он? Вот посмотри. Он даже не прозрачный. Вся фишка этого блюда в бульоне. В бульоне дико насыщенном, который концентрируется в результате выкипания. И получается вот эта вот лапша, этот филиоз настолько классный и насыщенный. И в оливковом масле Virgin Extra, ну или Extra Virgin, которого здесь много, которая пропитала каждую вермишелину своим вкусом и ароматом. И в такой вот обжарке сухих макарон, когда они до румяности зажариваются. Вот весь этот комплекс, вот этих вот трех штук, меня так восхитил у этого ресторатора. Причем ресторанчик-то, прямо скажем, для своих. Это в индустриальной зоне. Туда ходят только окрестные работники окрестных индустриальных предприятий. То есть, он даже по вечерам не работает, этот ресторанчик. И вот там так классно этот мужик готовит. С кусочком курицы и с лапшой. Дико вкусно получается. Вот просто дико вкусно. Вот из таких тонкостей, из таких вот секретиков и состоит действительно классная, при этом народная кухня. Слушайте, просто супер. Ой, а какой здесь соус получается. Суперский. Попробуйте приготовить. Потратьте время на бульон. Не обязательно бульон готовить конкретно для этого блюда. Вы такого бульона сразу много можете приготовить. И храните разлить по пакетам полиэтиленовым. И заморозьте в морозилке. По литру. И будут у вас пакетики в морозилке лежать, по заготовке, для огромного количества просто великолепных блюд. Это супер. По сути, этот бульон тоже самое демидляс. Только вино туда не выводится. Только всего. Если у вас есть демидляс, разводите его водой и используйте в это блюдо. Получается вот такая штука. Огромное спасибо за компанию, за лайки такие, за дизлайки, за репосты. Всем пока.